Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какой-то островок небольшой Соединяет С основным городом Там нас еще, кстати говоря, не было И Здесь у нас Не, вот наверху Да, наверху поговорить с Вернаном Роше С Вернаном Роше Некий персонаж, знакомый еще по прошлым Частям. Познакомимся, узнаем То есть, вы поняли, да, мы с вами Соответственно, я не знаком со всеми этими Персонажами из прошлых серий Им для меня в новинку все это дело То, что вы там отписываетесь, молодцы Там историю, предысторию, вообще отдельно Надо подумать потом на досуге Возможно, да, принять решение Не знаю, конечно, две части проходить Я имею в виду первую и вторую Посмотрим, потому что слишком много всего Хочется пройти, а времени на все Не хватает, понимаете, да Так, великолепно все Привели себя в порядок Двигаемся сейчас в верхний город Посмотрим Да ты же мне уговорил уже Никто не рискует Ух ты, какой дерзкий, а Ну и с ним не повоюешь Ему рожу не начистишь, потому что Не положено, да, я так понял Это охрана дикстры И получается Верхний город с вами Объедем, посмотрим, что там за Логово ублюдка Если там его не найдем Там точка еще указывает На Аксимфурт В сторону Аксимфурта Будем двигаться Там Проведем поиски Так, ну давайте, ребят Еще немного без худа Подвигаемся Да, я понял Я прочитал Вы отписались то, что Вам неудобно Хочется смотреть Диалоги над головами То есть не слышно Да, не видно все И очки Смотреть, сколько я за квесты получаю Потому что многие Вообще не знакомы с игрой Ну ладно Сейчас еще может Серию 2 пройдем Таким образом А там Подключусь Мне в принципе Не принципиально Ну в принципе Не принципиально Да, правильно сказал Можно и так И так Но с другой стороны Я люблю вообще Когда худо нет Ну раз вам так Важно там Все это читать Наблюдать за очками За квестами Пройденными Заданиями И так далее Всю эту информацию черпать То, конечно, потом Подключим Пару серий Еще двинем Так, ладно Все Вот у нас где-то рядом Логово Получается Того ублюдка В этом В этой части города Кстати Мы сюда, по-моему Не заезжали А я знаете Что думал На досуге Вот Мы прошли С вами Игру Исчезновения Итана Картера Такой Своеобразный Стиль этой игры Меня порадовал Вообще Просто Замечательный Стиль Он Насыщает Атмосферу Мысли Понимаете Можно размышлять О чем-то Философствовать Делиться с вами Надо что-нибудь Подобное Потом обязательно Подберем Ребят Обязательно Кстати говоря Как вы смотрите Насчет игры Dead Space Я ее не проходил Такую сенсацию И не проходил Не поверите Как так Как же так А вот так Ребят В свое время Запускал Но не прошел Немного там побегал Силу времени Просто У меня не хватало Когда она еще Она 2000 По-моему Седьмого там Или восьмого Года Еще давно Конечно Я ее запуск Делал Но практически Не прошел А вот смотрите Карапузы стоят Дожидаются Видимо мы прибыли Правильно Карапузы тисока Ребят Карапузы тисока Ладно Подумаем Прикинем Просто вторым Прохождением К ведьмаку Что-нибудь Разбавлять же надо Ну не сталкер Сразу говорю От сталкера Еще отдыхаем Отдыхаем Имейте ввиду Кто там Сталкера ждет Я просто Не люблю Играть Когда самому Мне не интересно Понимаете Тогда и посыл Не тот Я прохожу Только те игры Которые Меня Самого Радуют Понимаете Чтобы делиться Атмосферой Соответственно Все слушаем Сталкер Мне нравится Но просто я его Перекушал Надо немного Отдохнуть Давай Так Карапуз Ну что там Где ублюдок Что здесь случилось Рассказываю Как уж вышло Да уж Мы пришли Культурно Пригласить Ублюдка младшего На встречу С друзьями Ладно Все молчу Выслышали Им сообщаю Что о священных Законах Гостеприимства Тут не слышали Да Тесак видимо Не обучил Как вести себя Они Еще младшего Только кувалдой Махать умеют Тогда добро Пожаловать В клуб Искателей Ублюдка Только членских Карт Мы не выдаем А еще Ублюдка Младшего Тут нет Вот Ну я в принципе Так и делал Может быть Нет Ты здесь Командуешь А ты кто Да Понятно Все разворотили Беспорядок Устроили Чердаки Всем посносили Да Посмотри Что они натворили Здесь Эти карапузы Всех поубивали Толком информации Никакой Не выведали Вот что значит Дерзкий Тесак И его команда Бесполезно Это чисто Фас команда Ее направлять На разборку Какую-либо Правильно Бесполезно То есть Какую-либо Информацию Даже не получили Тут посмотри Сколько трупов Возможно Как-то можно было Там Выбить информацию Они просто Забежали Толпой Головы всем Посносили Порубили на мелкий Винегрет И толку никакого Мы не знаем Где ублюдок Младший Что же вы Дурики Ведете себя Надо же правильно Так сказать Строить план Цели достигать Своей Правильно Ну это Тесак Ничего интересного Ничего интересного Видите Тесак Есть тесак Естественно Персонаж Такой И его команда Соответствующим образом Себя ведет Ладно Не страшно Сейчас мы Сами Выясним Проведем следствие Ведьмача чутье У нас Работает Да Проведем следствие И выясним Где же все таки Прячется Эта сволочь Так Скоро сетики Продолжим искать Ребят Скоро сетики Грифона Что там Я уже подустал Надоел мне этот сет Грифона Честно говоря Он мне не очень То и нравится Но там надо Посмотреть Какие варианты Улучшенного Этого сета Отличного И так далее До грасмейстерского Уровня Можно Улучшить Соответственно Броню Там она меняет Внешний вид Ну и вообще Показатели все Так это что Эти краснолюды Поработали лучше Сборщиков Долгов Да эти краснолюды Безумцы С ними никакой Каши не свалишь Пришли всех Поубивали Зачистили Так сказать Территорию Да А информации Толком никакой Не получили Тут пустая Их куда-нибудь На стрелочку Отправлять На разборочку Так сказать Этих карапузов Да И здесь пусто Герасим И здесь пусто А где же густо Однозначно В этом доме Наверное Мы с вами Ничего и не найдем Ну давай Вот еще На этаж Можно подняться То есть Насчет сетов Да я говорил Будем начинать поиски Там по моему Уже подрастаем К сету волка По моему Уже даже Можно начинать Сет волка Искать Сет змеи По моему Также можно Искать Кстати говоря Сет волка Я там посмотрел Сет волка На первой локации Находится Ребят Каэр Морхен Каэр Морхен Посетим Там откуда Начинали мы Игру Ну сейчас Давайте еще Немного По основной сюжетной Подрастем Там до уровня До уровня Например 15 Да и уже Начнем искать Там сет волка Сет змеи Соответственно За основные Это квесты Опытом Он гораздо Быстрее Начисляет И побольше Быстрее подрастем Ты что там Сам собой Разговариваешь Слышали Он там Что Прокукарекал Непонятно Так Герасим Ну что Нифига Тут нет Давай валить Отсюда Никаких Интересных Документов Записок Так сказать Ну Не получается Взять Тогда Отвали Тут на столе Точно Ничего Неактивно А в шахте Ведь как На войне Он тут Что нибудь Ёбнет Там Пиздает Слышали Что он сказал А в шахте Как на войне А тут Что нибудь Ёбнет Как Пизданет Да Гномик Хорошо Кукарекает Да Больше От них Ожидать Не стоит У них Самое главное Женочку Вовремя Начисляет Желудевую Реданскую Так Да Все Мы обыскали Посмотрите А там Вон еще Алхимик Имеется Транник Ладно Сейчас Не время Знак Вопросика Какой-то Второстепенный Квест Смотрим Поговорить С верно Нам Роше В лагере Партизан Так Интересно Это у нас Локация Ксинфур Аксинфурта Перемещаемся Туда Ребят В той местности Мы не все Тщательным образом Исследовали Кстати Да и сам Аксинфурт Особо Нами не изучен Правильно Вернан Роше Интересный Персонаж Тимерец Видимо Какой-то Вы там Я читал Кто-то из вас Мне писал Тимерец Да Они еще В прошлых частях С ним общались Очень много Пережили вместе Он помог Герасиму Да Там Тимерский Партизаны Да Они ж по лесам Здесь прячутся От Нильфгарда Редансов Получаются Атакуют Как ополчен Местное ополчение Короче говоря Сейчас он Командир этого Ополчения Познакомимся Так Ну что Здесь закончим Да долги Выбивай Да долги Ты выбивай Толку Толку Ты от тебя Долги Ты выбиваешь Нам информация Нужна Где ублюдок А вы покрошили Всех на мелкий Винегрет И толку Никакого Так Где моя лошадка Лошадка Опять где-то Потерялась Да Этот городок Надо тоже Не городок В смысле А пристройку К городу Да Островок Этот Изучить Нам погулять Здесь Там с 3 Вон вниз Можно спуститься И следовать Знак вопросика Этот Также Погулять Там Наверное Стоит Посмотреть Что за квест Такой интерес Правильно Видите Сет Грифона Он как-то смотрится Тоже немного Ущербненько Мне не нравится А я так Для себя В интернете Смотрел Я уже говорил Вот эти вот Сет Кота Ну сет Медведя Да Он неплохой Неплохо смотрится Такой брутальный Чисто молотобойца Сет Согласитесь Особенно там Последний вариант Гроссмейстерский Зимний вариант Кстати Сет Грифона Сет Медведя Такой зимний вариант Для Скеллиги Для Скеллиги Подойдет Там Постоянный То есть Температура Минусовая Климат У них Холодный Да Получается И вот Как раз Для Скеллиги Сет Медведя Примерим А вот На этой локации Будем использовать Сет Кота Сет Кота Мне понравился В принципе Неплохо Смотрится Ну там Сет Кота Они практически... А тут практически вся такая броня. Но есть кожаный вариант. Мы Нильфгардскую, помните, покупали. Тоже вроде так ничего смотрится. Походили немного. Кстати, она у меня в тайнике. Все, давайте, наверное, пешочком двигаться. Я хочу атмосферы проникать. Я просто настраиваюсь, когда двигаюсь на игру. Быстрые перемещения для меня неуместны пока что, ребят. Давайте пока использовать будем все-таки свое перемещение. Мы не настолько хорошо знаем игру. Да я лишний раз покатаюсь по миру. Мы же промежуток временной у нас по игре. Я уже забываю, как тут... Чтоб не освоиться, во-первых. А потом уже будем пользоваться почаще. Ну, в смысле, когда так более или менее. Ну, в принципе, я тут двигался уже вроде как, да? Все равно сейчас надо объехать, вспомнить. Вот, смотрите, тут от Аксинфурта. Вот, хутор и наверх тропинка ведет. Сейчас прокатимся. Там еще квест какой-то, ладно. Наверное, потом будем заниматься второстепенными. То есть, смотрите, как я распланировал. Сейчас мы с вами... Ну, так, обрисую ход действия. Вообще, как я планирую проходить Ведьмака. Так, чтобы вы были в курсе и ожидали. Давайте ускоримся еще. Ожидали серии. Уже примерно хотя бы для себя знали, как мы будем двигаться. Сейчас мы с вами немного продвинемся, наверное, найдем лютика до квеста, который позволит уже перемещ... Ну, короче говоря, до скеллиги. Найдем лютика там, когда уже... Уже сейчас можно на скеллиг перемещаться. Но я думаю, давайте уже поиски лютика до конца проведем. И после этого уже начнем, наверное, с этой... Ну, с этой одновременно с этим квестом. И, соответственно, переключимся на второстепенный. Скеллиг на потом оставим. То есть, завершающая точка по сюжету и переход на второстепенные квесты... Это поиски лютика. Завершаем данную цепочку. Потом переходим на второстепенных, которых у нас с вами достаточно огромное количество накопилось. Вы видели. Там еще на 25-30 серий этих второстепенных квестов. Просто огромное количество. Каждый этот второстепенный квест скрывает за собой целое детективное расследование. Ну, не все есть такие обычные. Убить мутанта по-быстрому. Но этого мутанта еще надо обнаружить по следам и так далее. Ну, как тут принято в этой игре. Соответственно, мы займемся этим. А потом только уже, конечно, будем смотреть. Или на скеллиг перемещаться. Короче говоря, очень долго еще предстоит нам играть. Это только начало, можно сказать. А уже 45-я серия. А теперь подумайте, сколько серий. Минимально 300 точно будет. Вот такая вот игра. Кто не интересовался, советую всем. Все-таки стоит поиграть, я думаю. Так, нам в эту сторону, судя по всему. А, ну, в принципе, да. Тут мы с вами двигались. Я уже в какой-то серии проезжал эту местность. Гулей мы гоняли, да? Вот тут вот мельница. Селянам я помогал. Второстепенный квест. Они меня закрыли в сарае. Я там с гулями разбирался. Вспоминайте. Примерская погода, как обычно, в Велине. Ух ты! Смотрите, а там... Это... Какой-то опыт-то дадут. Так, переходим сразу на Ирден. Мы знаем, как бодаться уже с призраками. Ирден снимает, соответственно, невидимость. У призраков, вспоминайте. Особенно у полуночницы, да? У этой полуденицы. Так, отходим. Накладываем. Отлично. И ждем. Все, появилось. Работа. Так, я масляксал. Масляксал. Ладно. Может, так забодаем. Сейчас посмотрим, какого уровня. Вдруг высокого уровня. Противник. Да мне сейчас сложно. Так, стоять. А, да. Она же своих двойников выпускает, которые высасывают жизненные силы Герасима. Получается, забирают, да, жизненную энергию главного героя. Так, тихо. Ну, давай. Ты посмотри, не хочет... Не хочет залезать в круг, да? Еле-еле. Да сейчас забодаем, не страшно. Посмотрим, насколько долго. Если она высокого уровня, да, то придется ее долго клацать. Придется ее долго клацать, ребят. Ну, так. Папа, папа. Ничего, у меня мечи хорошие. Для нашего уровня сойдет. Так, опять двойничков. Работаем. По-быстрому, чтобы не дать ей возможности восстановиться. Как вы помните, высасывая жизненные силы главного героя, ребят, она, соответственно, восстанавливает свои собственные силы. Силы. Мы холзу-то не видим с вами. Правильно? Все убрано. Но она за счет этого питания психическую энергию главного героя высасывает. Вы понимаете, да, внутренние силы, эфирное тело высасывает энергетический коком сферу человека, энергополе его. Ну, тут они, видишь, как выразили. Типа, жизненные силы, потенциал человека. Но мы справились. Да что нам эти полуденицы? Все эти полуденицы мелкоуровневые для нас уже не проблема, а для Герасима. Надо куда посерьезнее противничка. Каких-нибудь там драконидов можно. Да и драконидами мы вроде как справлялись. Тут еще не всех мутантов мы изучили. С вампирами не встречались. Но мне, знаете, что говорили, ребят? По поводу вампиров здесь очень немного представлено на локации Велин. Там по квестам надо ориентироваться. То есть не так много вампиров. Ну, вот, допустим, кроме этих всех, как там, Экима, да, низший вампир Экима. Экима, возможно, представлена более часто. А вот, допустим, высшие вампиры, люди, я имею в виду. Тут, по-моему, даже, ну, не знаю, ладно, утверждать не буду. Но, как мне говорили, не так, по-моему, даже Велин и не представлено. Да пошла. Может, по квесту, по какому-нибудь и представленному, там, отдельно, да, какой-нибудь квестик. По яйца, разобраться там с высшим вампиром. Это люди, да, мощный противник такой. Уже более серьезный. Это вам не полуденится. Так, где-то мы рядом, давайте ориентироваться. Наверное, здесь повернем, да, там по тропиночке. Пошла. Локация, конечно, огромная. Навиград. Не Навиград, я имею в виду Велин. Ну и плюс Навиград, все. Если так исследовать, не спеша на лошадке, вот таким вот образом скакать, то, конечно, очень долго от края до края локации перемещаться. Ну, по меркам игрового времени, конечно. Так, да, все правильно. Мы с 3 по тропиночке, да, и там где-то у них база, получается, лагерь партизан. Как вы мне там писали, тимерец, да, он руководит партизанами-тимерцами, оставшимися там после войны, с кем они там воевали. Они со всеми там воевали. Наверное, и с Риданей, и с Нильфгардом защищали свою область, да, свои территории, но не получилось у них. И теперь по лесам прячутся, как ополчение. Вылазки изредка делают, скорее всего. Так, а вот мы, наверное, приехали уже. Так, стоп, давай осмотримся. Так, а тут я чуть не вижу, где проход. А, ну вон, стрелучник какой-то стоит, да, на страже. Однозначно, правильно, мы прибыли. Значит, надо объехать туда подальше. По-любому проход имеется. Или сверху как-то заезжать. Сейчас разберемся. А, ну, замечательно. На месте. Так, ну давайте сейчас попробуем аккуратно общаться. Смотрим за диалогом, за мыслью следим, чтобы нам не тупануть и все правильно поговорить, да. Соответственно, так сказать, разрулить тут все это дело. По ублюдку и так далее. Я ищу Роше. Ага. Нет, здесь никакого Роше. Ну, естественно. Что-нибудь еще? Так, прочь с дороги. Да не, наглеть не будем. Все-таки нам надо договориться, иначе... Давай так. А вот это, скорее всего. Сам Вернон Роше собственной персоной, да? Мой товарищ. Видите, как все-таки правильно. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Вернон Роше. Последняя надежда Тимерии. Да, Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. У каждой девочки такой сексуальный вырез на груди, да? Что забываешь вообще, какие вопросы надо решать с этим, да? С главным героем. Поляки постарались, короче говоря. Так, смотрим. Я ищу ублюдка! Не, ну давай, наверное, как ты здесь оказался. Пусть расскажет о себе. С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт. Бить черных. Вступил во вторую Тимерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Ну, видите, с Нильфгардом. У них, получается, проблемы. Война шла. Мы и держали. Три дня. А потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Но? Но Родовид оказался ничем не лучше Эмгера. Ну, ириданцы. Да, ириданцы тоже там ему не помогли. Хотел, видимо, присоединиться к Родовиду против Нильфгарда. Ладно, слушай. Ты шутишь. Кого сейчас заботят с Каэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Ну, меня интересует... Я ищу один чудачок. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Ты что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь навстречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Оксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Великолепно. Ну, то есть, с риданцами какие-то у него все равно взаимоотношения остались, да? Ну, соответственно, видимо, он хотел присоединиться с остатками своего войска Тимерского к риданцами против Нильфгарда. Но это мы еще по первым сериям поняли, что тимерцы тут партизанят против Нильфгарда. Вспоминайте, там тоже встречали в Белом Саду еще всех этих партизанов. Значит, он спел со с риданцами. Сейчас в шахматном клубе говорит. Ну, давайте вначале тут осмотрим все. Посмотрим внимательно, как они тут обжили лагерек, да? Свой. Так сказать. Да хватит уже, а. Оспой тебя заразить. Я тебя могу заразить. Не знаю. Ведьмак, по-моему, ничем не может заразить. Голову может снести хорошо и по голове рожу начистить, да? А заразить это, так сказать, к нему не относится. Видите как, у него, в принципе, достаточно тоже людей, тимерцы, так сказать. С риданцами не получилось у них, с этой габаркой. А может, какие-нибудь квесты еще сейчас повыполняем, а? Ребят, наверное, Роше. Тут каждый персонаж, когда знакомимся, да? Еще какие-то второстепенные потом задания предлагают, за него выполнят. Ну, неплохой такой лагерь, хочу сказать, и у вас, да? Тут завхоз местный. Лошадка в загоне. Питания хватает. Ну, их снабжают. Снабжение съесть, в город ездит. В Аксимфург затаривается, скорее всего. Аксимфург под риданцами ходит. Вот, вспоминайте, ребят. Мы читали, Аксимфург под риданцами ходит. Ну, соответственно, с риданцами увернено, видимо, договор какой-то. А хотел сказать о ненападении. Пакт о ненападении. Ну, я просто пытаюсь, видите, слова такие попроще вам находить. Я же не буду историческими терминами вещать, когда молодежь смотрит. Поэтому иной раз, если какими-то такими словами говорю, не обращайте внимания. Может, кому-то непонятно. Я уже понял, что люди-то все-таки молодежь смотрят. Надо попроще языком, ну, в смысле, как-то слова подбирать. Чтобы понятно было вам, да? Если я сейчас вам буду о превентивном ударе рассказывать, или факт о ненападении, это неуместно для ведьмака, согласитесь. И непонятно, может, кому-то будет. Так, ладно. Превентивный удар, это удар на упреждение, ребят. Для молодежи говорю. Вот, наверное, тимерец Вернан Роше хочет совершить потом превентивный удар по отношению к Нильфгарду. Так сказать, врасплох их застать, да? Там, допустим, какой-нибудь этот гарнизон атакует. Естественно, полномасштабная атака ему просто сейчас не под силу, в силу нехватки людей. Ну, допустим, гарнизончик захватить сможет, да? Гарнизончик, я думаю, сможет. Ну, ладно, все, тут ничего интересного. Давайте выяснять с вами далее. Как же нам прояснить ситуацию по ублюдку? Ну, Роше сказал, где-то у шахматного клуба встретимся. Поговорим с риданским шпионом. С риданским каким-то связным там, да? Он там информацию поведет. Ну, надо сейчас двигаться, как к этому, как к Сильфу. Там где-то, по-моему, у моста цель показал. Поменять, что ли, лошадки седло, да? У нас Нельфгардская с начала игры стоит. Мы еще, как только Велин приехали, я сразу купил, да? Ну, лучше нет. Видите, можно было бы, конечно, снаряжение для лошадки поменять. А то, что, мы себе броню скрафтили, а лошадочка бедная уже, наверное, Нельфгардское седло, кстати, уже давит там. Она устала двигаться с этим снаряжением. Надо, может быть, подобрать, я не знаю, получше. Ну, по торговцам вроде прошлись, получше не нашли. У нас 100 энергия. Максимально Нельфгардское седло. А то, что мы с вами выиграли на скачках, вспоминайте, оно Нельфгардское снаряжение куда лучше, понимаете? Поэтому, я даже не знаю, как нам и сменить. Возможно, видите, кто на компьютере двигается, мы же на консоли играем. У них там сейчас модификации на Нексусе очень много. Для Ведьмака, да и вообще для всех игр. Самая такая, основной сайт, нерусскоязычный иностранный. Нексус, да, все вы знаете. И вот там вот, в принципе, я думаю, модов хватает и по снаряжению, различной броне и так далее. Я уверен просто, для такой игры там бесчисленное множество модификаций уже создано. Сто процентов. Так, ладно, давайте разберемся, что у нас получается интересного здесь. Все нормально. Я просто осмотрел, потому что мало ли еще, что вот, наверное, Роше дожидается уже. Ну, давай, продолжим. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Давай-ка расскажи мне. Кто у тебя, Связной? Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. Ну, тоже такой настороже, да? Включая тебя, даже Герасиму особо он не доверяет. Ну, с одной стороны, жизнь заставила. Его постоянно обманывают, да? С кем он договоры, там соглашения заключает, наверное. Поэтому, конечно, осторожность для него прежде всего. Наблюдает за врагом, изучает, анализирует, и потом делает соответствующие выводы, да? По Геральту он также еще так особо не определился. Видите, я тебе так же не доверяю, хоть мы с тобой и в прошлом там друзья какие-то терки пережили, ситуации. Но все-таки настороже. Ладно, все, смотрим далее. Что-то здесь не то. Ох ты, Стража Вечного Огня, да? Задействована еще, помимо Редани. Так. Посмотрим. Йо-моё. Так это же, ребят, король, по-моему, да? Так это Родовид же. Связной. Нифига себе у него связной. Это же Родовид, собственной персоной подстрительного корона на голове. Так, ладно, давайте послушаем. Интересно. Ну, это он просто так выразился, да? Не стал раскрывать карты все сразу Геральту. Это же король. Мы же читали про него, вспоминайте. Выглядит Родовид. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегические... На объявление, когда читали, он похож. Слушай. Шахматная игра, шахматисты. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, Ведьмак, зачем я играю в шахматы? Да ты еще и философ, да, у нас? Ты посмотри, как у него всеобъемлющий взгляд на жизнь. Пешки – это игра. Так, ну не знаю даже, что тебе сказать, чтобы убить время. Тут без разницы, что ему, наверное, говорить, да? Это не основные диалоги. Ну, в смысле, я не иду. Это упражнение на гибкость ума? Нет. Красиво говорит, согласитесь. Да, неплохо. Действительно, по-королевски сказал. Это шум у тебя в голове, блядь. Вот что я тебе скажу. Ну, давайте, чтобы проявим солидарность с королем. Нам же надо его все-таки как-то разговорить. Я так понял, по ублюдку, да? Ну-ка. Да, король. Да что ты там понимаешь? Ты так говоришь, чтобы подлизаться. Раскусил. Герыча, да? Раскусил. Ну, конечно, это же все-таки король, не какая-то там пешка. Первая скрытая истина. Король всегда окружен дураками. Понимаешь? Ну, раз мы уже пошли на согласие, надо продолжать. Думаю, что я понимаю. Поняли, да? То есть не меняем позицию. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Так же и в жизни, ребят, имейте в виду. Ты же сказал, да, уже нечего прыгать, переобуваться на ходу. Так, я ищу ублюдка младшего, а я не ожидал. Ну, давай с этого. Повстречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Ну, давай напрямую прям спросим, почему нет. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Ридании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Что-то как-то быстро он, да. Ну, видимо, для него это... Я видел младшего в имени Воксинфурде. Неценный, так сказать. О нем знают немногие. Человек, да, для короля. Тебя туда не впустят. Незначимый, скажем так. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Кто такой ублюдок, какой-то бандит там, да? Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Ага. Мне говорили, что... Извращение с ним более. Помните, мы читали. Так, слушай, я ценю твой жест. Наверное, так будет лучше. Я ценю жест, твое величество. Король должен быть суров с врагами и щедро с друзьями. Кроме того, я рассчитываю на взаимность. К тому же, младший мне уже не нужен. Ну вот, видите. Там какая-то пешка. Большой четверки больше не существует. Никчемная, да, там. В свое время я напомню тебе об услуге. Лидер. Да, в свое время напомню об услуге. Лидер из задних... Один из лидеров бандитских групп. Кто такой, соответственно, ублюдок младший и король родовийный. Я даже не видел смысла у него задавать вопрос, зачем ты мне сдал Вилли. Он даже и не помнит, кто такой Вилли. Ну просто подумайте логически. Логически, да. Король и какая-то там шошка. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой. И мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь. Квест? Я все расскажу. Сто процентов. Хорошо, Роше, я подумаю. До встречи. Замечательно, ребят. Поздравляю. От Роше мы получили информацию. Еще и квест второстепенный. И Родовид. Тоже интересный такой персонаж. Ну, конечно, у него с головой не дружит, я так понял. По суде его по рассуждениям по шахматам, понятно. Я слышу хруст и кровь. Прислушайся к биению сердца. Ну, то есть, он тоже там сам себе на уме, так сказать. Пострадал, наверное, от войн. Крыша тоже поехала. Соответственно, постоянно в этих... В боях вся жизнь, да. Может, контуженный даже. Так, читаем. Верно, Роше. Был когда-то одним из самых доверенных людей Фольтеста, короля Тимерии. Командиром его спецотряда. Синих полосок. Верный служака, умелый военачальник, Роше не знал равных в борьбе с мятежниками. Нильфгардцами и бандами Скайта Элей. В начале нашей истории, оставшись без короля армии и родины, он начал партизанскую войну против многократно превосходящих сил оккупантов. Бывший командир синих полосок зависел от риданской помощи, но было заметно, что сотрудничество с Родовидом его не радует. Ну, все правильно мы размышляли по поводу согласия, его соглашений с Родовидом. Там частично они сотрудничают, но отсиживаются в лицу. Дуду Бибервальд до природы Дуду был нашим с Геральтом старым знакомым. Мы встретили... А, стой, подожди, мы читали? Я чуть не помню. В прошлой серии, по-моему, я читал за этого чудака. Или нет? Дуду несколько дней прикидывался Бибервальдом и использовал его... Так, слушай, я читал, да, сто процентов. Родовид Свирепый. Король риданий Родовид очень скоро показал себя жестоким и безжалостным правителем, заслужив прозвище Свирепый. Его отец Визимир был убит, когда Родовид был еще совсем юнцом. И от его имени правили мать Гедвига из Малеоры и Регенский совет. При первой же возможности юный Родовид взял всю власть в свои руки и отомстил тем, кто обращался с ним без должного уважения. Всем его политическим противникам пришлось присягнуть на верность королю или умереть. Он вел войну не только против Нильфгарда, но и против чародеев, которых видел корень всякого зла. Он приложил неимоверные усилия к тому, чтобы захватить Новиград, флот и богатство, которые склонили бы в его пользу. Чашу весов затянувшейся войны. Встреча Геральта с Родовидом подтвердила слухи о душевной болезни короля. Тот оказался опасным безумцем в плену своих собственных видений. Однако болезни на йоту не ослабило его умственные способности и коварства. Душевно больной король с мастерством опытного кукловода управлял всеми своими противниками. Ну, то, о чем я... правильно мы с вами рассуждаем. То есть, у него воображение разыгралось после войн всех. Свирепый, видите, все-таки он душевную травму какую-то получил еще с детства. Замечательно, ребят. Будем изучать. Родовид, свирепый, пятый причем. Так, Бибервальта все это мы прочитали. Дальше, наверное, будем действовать. Ну, дальше продолжаем. Что нам, наверное, действовать? Нам надо... Так, по умениям у нас ничего тут. Все ровно. Все дышит, так сказать. Все дышит. Дальше продолжаем по ублюдку. Что нам останавливаться, так сказать? Правильно? Он нам указал, скорее всего, где-то... Да, пробраться в укрытие ублюдка младшего. Это, наверное, уже сейчас будем встретить. Где-то рядом 100%. Вообще рядом, смотрите. В Аксимфурте, да? В Аксимфурте. То есть, смотрите, сейчас я вот про себя подумал. Закончим, если сейчас с ублюдком все ровно пройдет. Там его действительно найдем. Да, я думаю, найдем уже. Сколько можно его искать, да? Все-таки Король Редания, я думаю, верную информацию предоставил. Сдал его вообще на раз. Сдал этого ублюдка. Он вообще для него никто и звать его никак. Какая-то пешка там никчемная. И, соответственно, что я хотел сказать? По поводу... Дальше продолжим здесь. Пока не будем спешить на Вигра. Смотрите, Вернан Роше нам предложил там... Бьянка. Какая-то его ассистентка, наверное, скорее всего. Продолжим квест. И вообще посмотрим в Аксимфурте. Правильно? Раз мы уже на этой локации находимся, сюда прибыли, осмотримся. Ну, то есть погуляем. Так, все. Сейчас мы заезжаем в Аксимфурт и наводим шорох. Ублюдка младшего! Масочников-клоунов! Кладем всех на повал. Если они там сгирепенятся, начнут кукарекать. Моментально меч смелости. Мазь мудрости у нас. Не мазь, а в смысле этот. Как его? Масло. Мазейзи! Помните, да? Анекдот такой был. Так, ладно, хорошо. А, кстати говоря, надо сейчас зайти в магазинчик. У нас там есть что продавать? У нас, по-моему, было там что продавать. Я ж нашинковал с этих, с арены еще, по-моему. Мечей набрал, там дубинок всяких. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Че нового борода ты расскажешь? Какие слухи в городе? Покажи, что у тебя есть. Да, что там у тебя? Чертежей никаких интересных. Мы у него все скупили, да, там. Какие-то, если чертежи были. Да, вот, сбрасываем все наши эти. Дубинки. Топоры. Кстати, я топором же хотел попробовать. Может, скрафтим потом какой-нибудь получше найти. Не забыть мне главное. Такой помощнее. Когда уже подрастем. Смотрите, у нас 13 уровень. Где-то там уже за 20 будет уровень. Можно какой-нибудь топорик храбрости подобрать. Мощный. Он, видимо, топором машет тоже на ура. Срубает, разрубает их на части половине. Шинкует. Чердаки сносит. Однозначно красиво. Не хуже, чем ничем. Поверьте мне. Так, для разнообразия можно будет попробовать. Видели, да, там у нас Акетонский. Так, чинимся. Всякое барахло из чертежей. Просто нечего крафтить. Поэтому пока ходим в сети Грифона. Будь здорово. Всякое с пумпонами с этими меня вообще никак не устраивает, ребят. Вся эта броня. Насчет брони, конечно, они что-то тут в игре не особо. Кроме сетов ничем и не насытили. Да, там дополнительные. Вот эта кераса из Макдейры. В принципе, похоже на броню тяжелую. Но тоже. Зато показатели не очень. Там зависит от уровня. Потом, может, можно будет такое... Что-то подобное скрафтить. На Скеллиге нас еще не было. Посмотрим, что там за броня, да? Там же на Скеллиге все-таки, наверное, получше может быть броня. Я имею в виду в основном тяжелый вариант. Все-таки холодный климат, как-никак. Так, ладно. И пираты там, да, вроде. Помните, мы читали книги? Пиратские группировки различные там правят. Да ты страдаешь не от бедности, а от хитрости, сволочь такая. Иди работай вон, ептать. Да, тут рядом, смотрите. Совсем рядом. Страдает он от бедности. А, вот они, два клоуна стоят. Чиполлино и Буратино на Састе. Разукрашенные. Ну что, готовы, ребят, применить? Или поговорить получится? Ну-ка. Вообще, давай посмотрим, как тут общаться. Ну, в смысле, как разруливать. Может, и мечом. Я могу вообще их порубить. Мы уже привыкшие к этим всем. Где ублюдок младший? Да. Ну-ка, где ублюдок? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил. И Вика. Это недоразумение. Да, короче, ребят, давай-ка поговорим по-другому. Не хочу я там с ними договариваться. Какое-то чучело там разукрашено. Мне кукарекает что-то. Вика, Бика убрал, блин. А теперь твоя очередь, Чиполлина, мать твою. Да, я вроде видел этих господ. Да. Зато я видел этих господ. Ольгрид и Вик. Готов? Чучело огородное. Сейчас я тебе твой чердачок-то подсниму. Ах ты, блин. А Чиполлина что-то взъерепенился. Ты посмотри. Разогрелся как. А, давай его сожгем. Так, силовы. Держа. Буратино с Чиполлино. Бля, ребят, меня Чиполлино завалил. Достаточно две таблеточки. Ладно, хорошо. Чиполлино взъерепенился. Хорошо. Сейчас сгерасим. Бодрости наберется. Родовит на него плохо повлиял. Своими безумными мыслями, воображением разгорячил. Кровь, так сказать. Сейчас мы... Так, блин, сохранение аж здесь. А, ну это мы распродажа. Тут ряда все. С охранкой автоматикой у нас. Ладно, Чиполлино, значит, разукрашенный мне дубинкой огрел по черепунделю, да, и сложил Герасима. Как так, Гера, ты что, не в себе, не с той ноги сегодня встал? Судя по всему, как-то у тебя сегодня настрой не тот, что ли, не боевой. Ну-ка, давай, Чиполлино. Переговорим еще раз. Чучело огородное. Так, где у меня? Я не могу эти... Ну, то есть, как придумали, да, вот эти вот банды. Ну, так, я не знаю, для чего это вообще сделали. Разукрасили их так, да. Можно было бы что-нибудь как-нибудь все-таки... Чтоб уместно подходило. То есть ты какой-то клоун там, кукарек. Тебе ублюдок младший. Да. Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил. И все, готовься, сволочь. Я с тобой поговорить. Мой клинок ворона. Не ворона, а грифона. Передавай им привет. Пламенный причем, приветик. Так, ну все. В этот раз у тебя не получится Герасима забодать. Так-с. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так, так, опа, жгем сволоту, и силовые, так, ты посмотри, как, опа, на свободных работаем, так, я жду пока подзарядиться, мне огонь нравится, ну давай пока этого зарубим побыстрее, так, так, этот пусть горит пока у нас, опа, давай еще раз, опа, опа, и силовым, держал, отлично, великолепно, Герасим в гневе, черепунди, Буратино снесли, и остался Чиполино, ну и Чиполино, и Чиполино, тут как тут, ты посмотри, два черепа покосили, два чердака, откатились так аккуратно, слышь, бабуся, уборочка подоспела, бабуся, бабуся кукарекает, видите, внизу пол натирает, уборочка, ключ от укрытия ублюдка младшего, короче говоря, я, наверное, грубо с ними поговорил, давайте, наверное, дальше продолжим, сейчас, наверное, только стоит зайти туда, ополчится все поселение ублюдка младшего, вся его бригада, пас бригада, так сказать, на меня накинется, смотрите, сто процентов, так, берем мечишко смелости, кто-то пролез, взять эту, как он сказал, я тебе шею срублю, а, нет, я тебе голову отрублю, шею насрую, помните, один из них, так, стоп, ладно, так, все, ребята, их тут много, дайте я сейчас сосредоточусь, минимум комментов, мне надо тут это, а то они сейчас еще забодают, они что же, вроде масочники, но, как, смотри, и сзади еще, да, что же вы такие, так, где моя великая, в кучу, вот, великолепно, моя хорошая бомба, они сейчас все загорятся, вот, придурки, а, от одного загорелись все, посмотрите на этих дураков, и сразу, вот, как они горят, всю эту толпу кладем, моментально на повал, от одного загорелась вся толпа, вы видели, да, а я и так смогу вас поджечь, работай, оп, оп, отлично, одному брюхо вспорол, так, у нас отравленные мечи, что ли, с вами, так, великолепно, ух ты, блин, это было жестоко, 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 сзади прям, еще раз, так, ух ты, блин, вот этого я еще не видел, черепушка на раз отлетела, так, хорошо, кто еще хочет испробовать моей танцующей звезды, а, ты еще не угомон, крендель, давай его сзади приговорим, да, гера что-то разозлился, ну, не надо было класть его изначально, в первый раз он меня положил, ну, и, соответственно, другой возможности такой представленного вам не будет, друзья, товарищи, смотрим далее, так, давайте, знаете, что сделаем, посмотрим, что у нас по автоматическим добивающим ударам, все стоит, да, стоит, просто я, знаете, что подумал, повышение уровня противника, махом их срубили все, поэтому все-таки уровень это, а тут, получается, повышение автоматического противника уровня, то есть, когда у нас высокий, для чего это делается, помимо уровня сложности, так, тихо, еще один, а, он с этим, надо ставить это повышение автоматическое, иначе вам будет легко, когда вы будете 20-го, он там 6-го уровня, понимаете, я вот просто проверил, точно она подключена у нас, у нас все подключено, так, что, чтобы все было у нас на уровне, так сказать, так, вот это, вот этой секирой, кстати, он меня на раз бы зарубил, сразу бы убил, скорее всего, вот этой вот секирой бы, 100%, слышь, бедолага, у тебя стрела вон зависла, арбалетный болт, да, все, наверное, или не все, или еще сейчас в доме бодаться придется, в доме, в доме их, наверное, еще больше, там, толпы этой, так, да, я еще и без масла, масло закончил, с маслецом вообще было бы на ура, и так справляемся, да, нет необходимости в масле вообще никакой, поэтому я пострел, повышение уровня, видишь, на раз их порубили все, но это уже для нас просто ни о чем, противник, понимаете, надо выходить на более серьезного, более серьезных бойцов, да, там, соответственно, по уровню смотреть, так, ориентируемся в помещении, снимаем весь прибыток и смотрим дальше, ищем ублюдка, кстати говоря, я вот думаю сейчас, ребят, раз такой противник, там надо, наверное, нам, как сказать, мечи, конечно, если бы еще помощнее, тут вообще бы я их на раз шинковал, на раз, да, можно будет тогда, знаете, как делать, чтобы нам, мне так тоже особо не особо, ну, то есть, не нравится играть, когда, видишь, их тут, блядь, вообще шинкуешь, как винегрет, хоть даже уровень насмерть, автоматическое повышение, надо нам, наверное, будет тогда задание не прям подбирать, я вам сейчас объясню, то есть, заметили, да, как мы играем, у меня уровень задания 12, и я практически минимум, там, разрыв 1-2 уровня, и только тогда мы идем выполнять, ну, это совместимый, соответственно, наш уровень с уровнем задания, и мы идем его выполнять, а мы, наверное, с вами попробуем разрыв, чтобы был в 10 очков между уровнем главного героя, то есть, Герасима, и задание, на которое соглашаемся, которое берем, даже если, допустим, у нас уровень, там, 10, да, а задание уровня 20, то идем, будет посложнее, но интереснее мне более адреналиново биться с ними, то есть, противник будет посильнее, понимаете, а так, это, конечно, 12-12, видишь, тут, блядь, три взмаха, две танцующих звезды, и всю бригаду просто раскромсали, зачистили, так сказать, моментально, так, берем меч, тут, скорее всего, тоже толпа, да, ну, короче говоря, посмотрим, там будем ориентироваться, может быть, это просто, это, с ублюдком младшим, тут эти, тупота, так сказать, вот эта вот, шалупень местная, шантропа, она не, 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 ну, то есть, никчемная, там, может, потом на том же скеллиге, или где-нибудь будет противник бойцы посерьезнее, и там совсем по-другому я буду рассуждать, поэтому будем ориентироваться, пока не спешим, да, делать выводы, так, ну, чё там, к чему, хватит, блядь, ерундой заниматься, о, ох ты, ах ты собачий потрох, ты слышал, да, да, вот, видишь, в замкнутом помещении тоже тут надо аккуратно с ними, не расслабляться, ребят, в замкнутом помещении-то, видите, как они тоже лихо работают, так, опа, отлично, сразу подпитываемся, после каждой драки, если видишь один-два удара без худа, я сразу же моментально, у меня на втором слоте еда стоит, нажимаю, он автоматически подпитывается, она медленно там растет, 10 секунд дается, ну, а когда уже серьезное ранение, краснота по экрану, я просто вам объясняю, как я ориентируюсь без худа, я уже подключаю ласточку, когда краснеет экран по экрану, соответственно, ласточка больше восполняет, вот так вот я ориентируюсь, и мне незачем смотреть на холзу, понимаете, да, так, все, смотрим далее, ищем, не ищем, ну, а, ну да, ищем, нам надо ублюдка найти, вообще, где, может, даже в этом доме его мы и не найдем, да, особняк какой-то огромный, да, скорее всего, где-то здесь, ой-ой-ой, он замучил, изверг какой-то, я же вам говорю, садист тут однозначно, изверг, насильник, посмотри, что он там с девушкой сделал, приковал ее, не приковал даже, подожди, что он там, не пригвоздил, а ножами проткнул, руки прям к стене, смотри, ребят, ну, это не извергли, пытал тут, издевался, извращение, садист, насиловал женский пол, так сказать, ну, над блудницами, да, а может быть, даже это и не то, что блудница, просто ее прибили к стене, давайте изучим, нищебродских районов ему приводили девушек, он издевался, свои извращенные мысли, так сказать, пытался как-то на них использовать, не использовать, в смысле, да, свои фантазии, воплощал, так сказать, да, с ним разговор будет короткий у меня, смотрим, ты посмотри, он в купальне всех их передушил, одну повесил вообще, ну, кто, кто после этого, а вы говорите, ублюдок младший, да это садист какой-то извращенец, маньяк, посмотри на его рожу, безумца, ему надо голову сносить, а не общаться с ним, держал, во, молодец, Герасим, он как чувствует мой настроек, дай ему еще, блядь, по яйцам там, я не знаю, еще разок ему, так сказать, пиздоним, да помощнее, давай, держал, сволочь, ты посмотри, сколько молодых девушек, одну повесил, другую пригвозил, трех задушил, прям в купеле, ему надо голову сносить, ребята, не разговаривать, но нам надо про Цири узнать, давай еще пиздониму разок, красивенько, аккуратненько, вот, и посмотри, Герасим разошелся, еще разок, только он как будто слышит меня, смотри, сейчас еще разок зарядит, наверное, да, ну, с правой в челюсть, держал, видели как, что надо, шоколада, мать твою, так, ладно, я пришел тебя убить, я пришел поговорить, ну, нам надо Цири, видишь, убить-то убить, ну, конечно, убить, давай, это чучело недостойно жить, однозначно, я пришел тебя убить, я думаю, все равно он выпатает у него всю информацию перед тем, как убивать, так, а может, как-то на сюжет повлияет, то, что мой выбор, ну, мой выбор такой, ребят, повлиять не по барабану, это садист какой-то, вонючий, бля, такой недостоин даже воздуха свежего дыхать, дышать, ты посмотри, он замучил молодых там девушек, несовершеннолетних, передушил в купеле, падла, с таким разговор короткий, ребят, чучело огородное какое-то, блядь, свои извращения, так сказать, Да, все равно сейчас, сейчас выбьем информацию, да, да, посильнее было, да, 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 была такая, помню, Вот это вариант Теперь сосредоточься и говори правду, знаешь, почему мне не стоит врать? Я не буду врать Я проделал очень долгий путь, чтобы тебя найти Я очень злой и уставый Мне пришлось убить очень много людей в городе Некоторые из этих людей пытались меня обмануть Мне это не нравилось Вот что значит в городе разгрот и шатание, нет местной власти Родовит там сумасшедший Смотри, как и бесчинствует народ И тогда я сделаю что-то, о чем потом буду жалеть Понял, почему тебе нельзя врать Да Вот и ладно Так, ну давай основу Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось? Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца Правильно говоришь И не только и в рот запихать им нужно Ты что там еще смеешься? Я им чиню магический филал... Ну что-то такое там А девка и живчик приносят мне казну Сигеровина Не принесли, поэтому я немного вспылил Признаю И что ты сделал? Ну я поймал этого их, прихлебал у Дуду И ждал, пока они за ним придут Ну смотри Это вот они хотели починить Вот оно что А я на Менге грешил То, что он казну попросил И что ты собирался с ним делать? Филоктерис, смотрите какой-то Это получается ублюдок младший попросил их грабануть, да? Сокроешь Сигеровина Выясняем, выясняем, ребята Держал, Гидра Крутишь, младший Я жду деталей Я тебе все расскажу Все по порядку Ага Сейчас, наверное, за Цири будем участвовать Как все было Короче говоря, ублюдок младший Дал им указание Выставить Сигеровина, понимаете? А Лютик попался в лапы Менге А я изначально думал, что Менге Ну то есть попросил Выставить Сокровище Сигеровина Как за оплату за Лютика, да? За его освобождение Тут все иначе Наш, как мы домысливали Ладно, хорошо Филоктерий некий какой-то починить Прибор там, да? Волшебный Магический Для чего он будем выяснять? Так, давайте посмотрим Как за Цири у нас получится отыграть Я так думаю, что сейчас за нее будем двигаться У меня плохие предчувствия Смотрим Успокойся, Лютик Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка младшего Ты сам знаешь Я понимаю Но мои предчувствия глухи к доводам рацию И сантиментами их не заглушить Так, у нас наверняка получится Возьми себя в руки У нас все обязательно получится Выше голову Последние слова Многих великих людей Ты узнал, где держат Дуду? В комнате На последнем этаже В той, что с балкона Я пройду по крыше Ты жди меня перед домом ублюдка Я знаю, что для тебя это трудно Но постарайся не попадаться на глаза Ага Если тебя обидят Ублюдок за это заплатят Надо залезть на крышу Что-то небольшая награда Целая сокровищница Да, блин, выговорить уже не могу Этих бан Да, группировок За некие там филактерии Непонятно Ну, возможно, какая-то такая вещь ценная Да, действительно для них Мы пока не знаем свойства Этого магического предмета Будем выяснять Так, все, давайте сейчас настроились Где-то балкон надо найти Да, где-то через балкон там пройти Наверх и так далее Сейчас будем осматриваться В комнате на последнем этаже В той, что с балконом Нет тут никаких балков А, ребят Странно Ну-ка, давай посмотрим А, надо дальше просто пройти Я просто сейчас сижу и думаю Вот то, что как мы размышляем Видите, как совместить А Минге тогда получается В процессе ограбления, что ли Схватил Лютика Скорее всего так Там как-то он попался, да Получается А вот и балкон Посмотрим Ну или, короче, ладно Я сейчас что отвлекаю Ух ты Смотрите, что у меня имеется Вспышка Телепортация в бою Позволяет оказаться За спиной противника Какой-то этот нам Добавили, да То есть Постепенно У Цири раскрывают Способности По мере прохождения Сюжетной линии Заметили, да Вначале вообще У нас У нее ничего не было Никакой способности Ну давайте А как она Использует Ладно, короче Разберемся Давайте смотреть Куда нам здесь В окно, может Да, в окно Смотрим А теперь, друг мой, Дода Я сменю орудия Это мне прискучило Ты долбанный псих, ублюдок Тебе никто не говорил? Нет Все говорят, что я милашка Когда узнают меня получше Значит, ты любишь общаться Знакомиться с новыми людьми Хе-хе Хочешь меня Кому-то представить Вот и ты Ты молодец Что заглянула Я тебя ждал Так, ребят Приготовились Придется с ним Сейчас, видимо, разбираться Так, так Подожди Надо мне вспомнить Цири Боевку Цири Это же Геральту Там мы привыкли Так, давай Начали блокировать А, вот Все, сила Так, всякий раз Когда Цири А, ну это мы в курсе Восстанавливается Нападение на протестанцев Это же мы в курсе Цири может использовать свой особый Да До необходимого уровня Ну ясно Это, наверное, этот прыжок Давай попробуем Так, подожди А как он Так, ладно, тихо И так получается Нафиг нам пробовать Так, а, вот Это у нас этот Я уже забыл Просто как Цири маневрирует Да, давайте я сейчас Сосредоточусь Ребят Поймем быстренько Мы же Все-таки Не так часто Выпотрошу И так Эту шлюху Слышите, да? Как он? На колени На колени Спины Видели Способность Я активировал А, то есть Там энергия Восстанавливается Мы же-то не видим У нас Худ отключен И в этот момент Соответственно Можно использовать Да, подожди Я его сейчас И так Забодаю Этого садиста Да, извращенца Так Как-то резко Появилась Да, прогрузка Ладно Давайте Аккуратно Оп, оп, оп Так, стоять Работаем, ребят Сосредоточились Опа Сейчас со спины Попробую Блядь, ну У нее, кстати говоря Кувырок Как-то ловчее Получается Может просто Мы не привыкли К бою За Цири, да? Она по прямой Действует Этот может кувырок Совершить Но зато у нее Дальний прыжок А вспышка Терепортацию Вот эту вот За спину врага Тоже надо использовать Эй, его и так Сейчас забодает Так, тихо Смотрим Я его Нокаутировал О, да Стрит, точно Не убил Не убил Естественно Око за око Око за око Держал, падла А вот он Доплер наш Знакомый Дуду, да? Все, команда В сборе Потихонечку Проходим сюжет И команда Целиком собирается Скоро и Лютика Свободим Тихо, они идут Кто идет? Вот что мы сейчас Вот что мы сейчас Сделаем Так Что сделаем? Кто идет? Ну идет Как обычно Масочники Эти все Клоуны Чиполино Буратино И Карабас Барабас Сзади Вон выскочился Три Блудодеи Так сказать Сейчас мы Члены Поотрезаем Цири у нас Быстренько Разберется Со всей этой Шоблой Ёблой Не хуже Геральта Причем Ну-ка давай Ну давайте Ребят Расправимся Да куда догнать У него Видишь Удар Мощный Она быстро Пологче Даже Герыча Во-первых Она Полегче Его Согласитесь Соответственно Она гораздо Быстрее Действует Реакция У нее Получше Чем у Герасим Герасим Уже Старый Измученный Нарзаном Так сказать А Цирилочка Молодая Девочка Поэтому Так А не Нам наверное Надо Все таки Двигаться Дальше По дому Да И следует Там еще Наверное Сейчас Толпа Вылезет Так Ладно Надо Будет Нам потом Все таки Худ Худ Включить С вами Знаете Почему Худ Включим Потом Наверное Чтобы мне Посмотреть Эту специальность Как использовать Способность Зацирика За спину Я что-то Тут блять Давлю Он меня Чуть не Зарубил Ну то есть Отвлекаюсь На это Дело Понимаете Чтобы проверить Специальность У нас Один раз Получилось Там На кнопку Надо Нажимать На какую-то Видимо Показанное Просто У меня Отключ Я посмотрю Потом Уберем Чтоб Мне Понять Так Тихо Стрем Меня Сейчас Убьет Один Удар Остался Тихо Нельзя Дать 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 Это Сделать Видишь Восстановить Здоровье Зацири Не получится Там Частично Восстановилось Это То есть Зелье Выпить Не получится Тут Ласточку Блин Да Сколько Жвас Ребят Разошли Блин Толпаться Блядь Меня Завалили Я так И думал Что-то Это Ребят Все Сосредоточились Все Эти Масочники Чиполино Буратино Какие Там Еще Герои Есть Похожи Как Вообще Их Назвать Отпишитесь Всех Всех Этих Дуралеев Цирилочку Бедную Нашу Девочку Посмотри Как Тремят С разных Сторон Просто Не дают Покоя Пройти Не Проехать Не Вздохнуть Так Стоять Бояза Да Куда Ты Прешь Ты Дурик Блин Никакого Уважения К женскому Полу Сейчас Я Вас Научу Манером Лысый Пей Давай Подожди Сейчас Ребят Сосредоточились Так С этой Стороны Отлично Ну Давай Мамочки Папочки Сейчас Со спины Со спины Со спины Мы быстро Работаем Удар У нее Быстрый Резкий Но Все-таки Способность Вот эта Вспышка Надо использовать Наверное Потом Со спины Как-то Она много Энергии Тратит Она Затрачивает Эти усилия Понимаете Максимальные Усилия Так сказать Для этого Рывка Ну Давай Сейчас Сейчас Будет Сейчас Все Будет Ребят Не Переживайте Куда Мы Денемся Так Оп Главное Не дать Им Возможности Толпой Меня Атаковать Так Еще Двое Подожди 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 Не дергайся Аккуратно Работаем Так И еще Один Чудачок А наш Контраатаку Не получается У нее Сделать Как у Геральта Отбить На Контраатаке Его Удары Совершить Мощным Мощным Рывком Не Парализирующий А Прорубающий Удар Как Гера Делает Здесь Такого Нет Ладно Все Сейчас Мы с этими Разберем Да Что Ты Сволочь А ну Как Он успел Подбежать Сзади У него Ударить Да Ребят И Этот Тоже Со Своим Коротким Топориком Вот Бежит Бежит Да Тут Только Отбегай Контраатаку Не получится Так Осторожно Ребят Меня Сейчас Опять Зарубят Один Удар Остался Сейчас Меня Кто-то Рубанет Все Я Труп Видите Уровень Насмерть Посложнее Да Все Таки Бодаться За Цири За Геральта Мы уже Мастера За Цири Редко Играем За Цири Очень Редко Играем Но Все Равно Мы Не дадим Сейчас Просраться Не переживайте Ребят Сто Процентов Так 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 Ну Давай Щитом Меня Интересует Больше Всех Ну Че Контраатаку Не делаешь Девочка Моя Тебя Герасим Не обучил Весемирчик Тоже Подзабыл Тебя Контраатаку На блоки Поставить Прыжок Мы поняли У тебя Красивый Хороший Прыжок Энергетической Направленности Эфирного Свойства А Вот Почему Тебя Не обучили Контраатаке Чтоб Вот Таких Масочников Рубить Направо И налево Щиты Разрубать Да Ты Посмотри Вот Как К нему Подползти Он Все равно Защищается Его Как-то Со спины Ну Вот Способностью Это Я Потом Посмотрим Что Там Взаимодействие Нижнего Стика Наверное Так Все Отлично Великолепно Справились Смотрим Далее Да Задание Выполнено Я Говорю Правду Так Что С Дуду Не знаю Твою мать Пропал Как В воду Канул Ага Дуплер Да Что стало С девушкой А хер Я знает Ну Дуду Цири же Его освободил Он соответственно Куда Там Но она Жива Клянусь Тебя Сбежал То есть В то место Где они Там Согласовали Ладно Смотрим Все Ты обидел Девушку Которую Я ищу И пытал Ее друга Да Все Кончает Гидру Он Что-то Расшевелился Здесь Защищался Ты передушил Там В купели Посмотри Вся купель В крови Я получил Какой Свою Там Малолетние Девочки Лежат В этой Ванной У него Посмотри Вся В крови Он там Их душил Извращался Конечно Сразу Бошку Срубаем Этой Сволочи Садист Назовем Серию Я ищу Эту девушку Она мне Как дочь Вот именно Я просто Не могу Это так Оставить Естественно Это как-то Повлияет На сюжет Ребят Однозначно Повлияет Но это Мой выбор Играем Самостоятельно Это мой Выбор Ребят Приговорил Я Ублюдка Младшего Садиста Юных Девочек Смотри Как извращался Мать Там ищет Ее Получается Власти То нет Никакой Ни в Аксимфурте Ни в Навиграде Бесчинство Полное Родовит Полусумасшедший Ориданцы Только бабло Выбивают С торговцев Ходятся Понимаете В чем Че тут Творится А эти Бандитские Группировки Бесчинствуют Читаем Сописка Балтона Дубиса Совет Товарищам По профессии Никогда Не беритесь За ремонт Филактерий И тем самым Избавить Себя От многих Бессонных Ночений Не позволяйте Вести себя В заблуждение Кажущейся Просотой Работы Я уже Две недели Бодаюсь Сучьей Филактерий Я использовал Все свои Инструменты Все Коту Под хвост А ведь Я уже Добрых 30 лет Занимаюсь Этим Ремеслом Попробую Еще Отвар Из каштанов Но сомневаюсь Что это Что-нибудь Даст То есть Короче говоря Он даже Филактерий Не починил Им Они ему Отдали Филактерий Он за Филактерий Попросил Сокровищницу Сигироевина Понимаете И то В итоге Я так понял Не починил Этот Филактерий Что за Филактерий Будем узнавать В следующих Сериях Не починил Филактерий Продолжение следует Продолжение следует...